Всем добрый вечер. Мы ведем нашу трансляцию из Росаши, Тячевского района. Шутка, проверка, проверка. Все еще не заснули. Мукачевский район, Закарпатская область, Украина. Всем добрый вечер. Итак, мы в Росаши и у нас сегодня продолжение темы Хануки, но как всегда мы увидим, что кончим далеко не Ханука. Начнем от Хануки. Итак, сейчас еще зима, еще темно, темноты много, света мало, и поэтому начнем с Хануки, с ханукальных свечей. Написано в томе Шаббат Талмуда следующая весть. Шаббат, лист 21, страница 2. Учили наши мудрецы заповедь Хануки зажигать свечи или зажигать свечу. Вопрос сколько? Одну, много. Вемеадрин и самое лучшее исполнение заповеди это, что каждый зажигает для себя свечу. То есть муж для себя, жена для себя, дети для себя, бабушка для себя, теща для себя, сосед для себя. Меадрин, мена-меадрин. Значит, самый лучший вариант, когда зажигают много свечей. То есть теоретически можно каждый день одну свечу зажигать или один раз на всю Хануку. Итак, школа Шамая говорит, в первый день Хануки зажигает 8 свечей, отсюда идет и уменьшает. На второй день Хануки 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Школа Гилера говорит наоборот. Значит, в первый день зажигает одну свечку, отсюда и дальше добавляет. То есть, как всегда, у нас есть два мнения, ровно противоположных. То есть один говорит, зажигаем 8 свечей и уменьшаем, другой говорит, одну и увеличиваем. Нормально. Значит, кто же из них прав? Ответ, конечно, по-еврейски оба, но тем не менее нам нужно как-то к общему знаменателю перейти. И поэтому сейчас увидим, как закон разруливает эту ситуацию, этот спор. Итак, в чем причина спора школы Гилера и школы Шамая? Это на простом уровне. Шамай говорит, сколько осталось дней праздника. То есть праздник в первый день осталось 8 дней, потом 7. То есть меньше праздника. То есть больше всего праздника в начале. В конце праздника ноль. Праздник ушел. Школа Гилера говорит наоборот. Сколько будет еще? То есть один смотрит в прошлое, другой смотрит в будущее. То есть сегодня первый день, потом второй и так далее. Как известно, я говорил, есть известный вопрос, который спрашивает Рабиусеф Каро. Если этого масла на Хануку хватало на один день. То есть один день – это естественно. Со второй и дальше – это было чудо. Почему Ханука 8 дней? Пусть будет 7 дней. Первый этот день нормально. Естественным путем. Это очень известный вопрос. Там есть много ответов. Ответ, что даже в первый день было чудо. Каким образом? Написано, значит, это ответ, который дает, по-моему, Хатам Софер, если я правильно помню, из Братиславы, значит, он похоронен в Братиславе, значит, что мы говорим в молитве, там, что, значит, Османеи вошли и, значит, стали, там храм был разбит, поломан. Там были трещины. Были трещины, они там все заделывали. Таким образом, был ветер, свечи в первый день могли погаснуть. То есть масла-то хватало, но только ветер гулял. Это ответ, да, почему в первый день тоже было чудо. Один из ответов. В любом случае, в любом случае, да, значит, то есть мы видим, вот, ровно наоборот. Один говорит, от 8 до 0, другой от 0 до 8. На самом деле у Иллия и Шамая было много-много споров. И все в таком же стиле. То есть наоборот. Наоборот. Они были, как сказать, антиподы. Итак, есть в Талмуде масса мест, как они спорили, не человек с человеком, а именно школа, подход. Поэтому называется школа Гилеля, школа Шамая. Хорошо. Итак, в Талмуде, в Томе Бейца, 16 страница, второй лист, написано так. Учили мы, говорили про старого Шамая, главу первой школы, что он все свои дни кушал ради субботы. Как можно кушать ради субботы? Ответ. Нашел красивое животное, сказал, это на шаббат. Нашел еще более красивое животное, отодвинул первое животное, сказал, это на шаббат. Опять-таки, у нас сегодня, мы не животное ищем, мы идем в супермаркет. О, какая хорошая печенка или язык, да? А у них нужно было еще животное сделать мясом, да? То есть, они жили в очень нелегком мире, где любая для нас простая вещь, это была целая история. Чтобы сделать еду, просто, чтобы сделать еду, нужно было с чего начать пойти в лес нарубить дров. Или купить у кого-то дрова. Потому что электричества нет, да? Потом пойти там бассеять и пожать, и сделать хлеб. В общем, каждый делал все. Поэтому сделать еду простую, это было целое предприятие. Про холодильник речи нет, его не было просто. Мы еще помним годы, когда и раньше, и в 20 веке не было холодильника, может, тем более тогда. Поэтому любые каждодневные сегодня мероприятия постирать. Жизнь была очень нелегкая. И поэтому вот, опять-таки, еда, мясо. Мясо – это живое мясо, бегай на 4. Нашел красивое животное. Не просто нашел животное. Красивое животное. Какая разница, что он кушает, оно красивое, или на конкурсе красоты участвовало это животное. Заняло первое место. Такая разница, он его зарезает. Правильно? Какая ему разница? Суббота – это самый лучший день. Самое лучшее. Чтобы даже внешне выглядело хорошо. Ты встречаешься с Творцом, со Всевышним в день субботничьим. И поэтому все должно быть по максимуму. Неслучайно в храм носили самые лучшие животные. Когда мы говорим, кто-то дарит подарки, самое лучшее, а не самое худшее. Поэтому вот он все на шаббат. Я знаю людей, которые сегодня точно так же делают. Пошел, значит, купил там хорошее вино на шаббат. О, нашел еще более лучшее вино на шаббат. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, это принцип очень интересный. То есть, таким образом он кушал. Все ради субботы. Все его мысли были ради шаббата. То есть, у него центр жизни, центр, так сказать, философии – шаббат. Но старый Елель, его оппонент, они оба старые. Старый Шамай и старый Елель. Они оба были там немолоды в какой-то момент, вот когда их школу использовали. Но старый Елель, он не так был. У него был другой характерный признак, другая характеристика была у него. Какая? Ну, скажите вы, что тут такого уникального? Любой из нас, кто хочет выполнять волю Всевышнего, он делает это ради небес. То есть, как бы, про первого старика Шамая. Там еще понятно, у него было что-то, согласитесь, у него был какой-то патент. Чего-то особенного в жизни, да? Вкладывает это, берет это. В центре суббота. Тут вообще непонятно. В чем уникальность старика Шамая? Понятно. В чем уникальность старика Елеля? Он хороший, праведный. Ответ. В чем система старика Елеля? Если старый Шамай находил более лучшего животного, он его откладывал. Теперь представьте на месте более лучшего животного старика Елеля. Он нашел красивое животное. Что он с ним делает? Его действия, согласно тому, что мы сказали. То есть, у нас есть две системы. Система старика Шамая, система старика Елеля. Старик Шамая у нас, как старые добрые времена, это не сейчас, это Новый год. Отложим. В друг голод наступит. В Советском Союзе все откладывали. Они могут быть завтра и наедине. Вот старик Шамай выжил в Советском Союзе. Он откладывал. А что старик Елель? Ответ. Он бы сразу съел это животное. Нашел красивое животное, съел бы его сразу. Почему? Как мы сказали. Благословен Господь каждый день. Теперь система Елеля понятна? У него, у старика Шамая, суббота, шаббат. У старика Елеля в каком-то плане относительно красивого животного, холодец побежал. Надо быстро, да? У старика Елеля суббота каждый день. Вон холодец побежал, сосиски побежали. Колбаса тут проходила мимо. А сейчас. Почему? Чтобы вословить Всевышнего. Он не просто любит там холодец и не может отложить его. У него уж тоже морозилка дома была. Допустим. Но не про это речь. Он хочет вословить Всевышнего сегодня. Не откладывая на завтра. Не откладывая на шаббат. Теперь уже понятно, да, немножко, в чем особенность была система, в чем уникальна система Елеля. То есть он не просто там праведник, который, все его дела во имя небес. А как раз все, что происходит, это во имя небес. Ты, это красивое животное. Сейчас кушаем. А не отложим. Мы говорили в Дишковице на шаббат и воскресенье про некие, как у нас есть в финансах, отложенные платежи, так очень часто награды наказания с небес приходят не сразу, а в неком отложенном виде. А он вот, то есть Шамай откладывал самое лучшее, приз. А Елеля наоборот, не откладывал. То есть поэтому видим, системы наоборот, и тот, и другой ради Всевышнего, суббота, день Всевышнего, и тот, и другой по-разному воспринимают волю Всевышнего. Таким образом, можно сказать, что Шамай, старик Шамай, считает назад. Шаббат, мы сказали, восемь ханукальных свечей, семь, шесть, сколько осталось? Он идет назад. То есть он отсчитывает, сколько дней осталось до Шаббата. Шесть, пять, четыре, три, два, один. Шаббат, правильно? Старик Елель считает наоборот. Шаббат, один, два, три, четыре, пять, шесть, Шаббат. Хорошо. И опять из этой же серии следующие споры между Елельом и Шамайом, между их школами. Далмуд, Хагига, двенадцатый лист, вторая страница. Учили наши мудрецы. Школа Шамая говорит, есть спор, есть спор, что сотворено было первым, а что вторым, небо или земля. Говорит Школа Шамая, небеса сотворены были сначала, а потом земля, как сказано, первое предложение авторе. Вначале сотворил Бог, небо и землю. Что на первом месте? Небо. Вначале сотворил Бог небо и землю. Небо на первом, земля на втором. Ну, какие вопросы? Вначале было сотворено небо. А Школа Гелелия говорит, в начале была сотворена земля, как написано, в день сотворения Господом Богом земли и неба. Откуда вторая цитата? Это вторая история сотворения мира. Это часть, это когда вот и пар поднимался, да? То есть, Школа Шамая цитирует первую главу Торы, Школа Гелелия цитирует вторую главу Торы. Ну, кто прав? Оба. И тем не менее, хочется знать. То есть, мы находим, что в Святом Писании есть ровно обратные цитаты. Причем недалеко друг от друга. Не в другой книге. На следующей странице. Вот сейчас я тебе говорю, да? Поэтому библейская критика сделала ошибочный вывод, что Святой Писание писали люди. Пьяные там, в пустыне, которые даже не знали, кто что написал на предыдущей странице. Это ошибка, это неверно. Как раз Тора ровно и написано. Для чего? Чтобы мы сказали, ну, противоречие, надо разрешить его, разрешить. Для этого нужно хорошо изучить Тору, Святой Писании. Вот они спорят между собой. То есть, это правило Ибнезра. Был такой известный раввинофилософ, судебниковый Испании. Он сформулировал Даршене, прокомментируй меня. То есть, это сознательное противоречие. Не, что Тору писала куча людей, которые не смотрели, кто что писал. Тору писал Всевышний, который заложил в ней такие моменты, чтобы мы изучали ее. Потому что мы, люди умные, все понимаем. Говорим, вот, на одной странице написано небо первое, на второй земля первая. Как такое может быть? Пойдем и поучим. Это называется Даршене, прокомментируй меня, объясни меня. Это мнимая противоречие. Поэтому знайте, что в написании нет противоречий, но для этого нужно хорошо знать. Именно для этого они даны. Это методический момент. Итак, теперь у нас спор между школой и школой Самая, что сотворено раньше, небо или земля. Хорошо. Сказали им школа и Леля школе Самая. Теперь будут аргументы. По вашему мнению, человек сначала строит лестницу, а потом дом? Реотерический вопрос. Конечно же нет. Человек сначала строит дом, а потом лестницу. В этом порядке. Как сказано, есть цитата из псалмов, «Строящий на небесах свои лестницы, и его палец сотворил землю». То есть, ты не можешь лестницу сотворить в воздухе. Сначала нужно сотворить землю, и потом к ней лестницу. Правильно? Это то, что они пытаются сказать. То есть, есть некое предложение в псалмах, стрилим, который говорит, что Бог создает лестницу и землю основал. Понятно нам, что сначала основал землю. Иначе куда лестницу приставить? Победили? Сказали им на этом утверждение. Школа Ашамая, Школа Елеля. По-вашему, человек плотный. Представьте, да, значит, ну сегодня у нас стулья такие простые или из икеи, да? Раньше стул это было трон. Стульев было мало, икеи не было. Дерево настоящее. И поэтому у человека были подлокотники. То есть, такое хорошее, да? Теперь, поэтому сейчас у нас здесь будет стул и подлокотники. По-вашему, сначала человек делает подлокотники к стулу или стулу. То есть, основа стул, а к нему подлокотники, да? То есть, это вторая часть. Как сказано, так сказал Господь. Значит, так сказал Господь. Небеса. Мой престол и земля вместо моих ног. Откуда это? Ну, Евдокия, покажите глаз. Откуда цитата? Из пророка Исаии. Мы читаем эту главу на посты. Когда есть пост, это вот читают в Минху, да? Значит, что Бог говорит, мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. Так же, как далеки небо и земля. Он, наверное, спорит, что раньше. Порок говорит, так же, как далеки небо и земля, так далеки мысли не ваших мыслей. Мои пути от моих. Но там вот эта вот цитата, что так сказал Господь, небеса мой престол, мой стул, и земля вместо моих ног. Ну, да, то есть, стул, стул, престол стоит на первом месте. Небеса. Они же пытаются доказать, что небеса раньше. А потом уже земля, там где ноги положить. А мудрецы говорят, что это, это вместе были сотворены. У мудрецов третья система, мудрецов Талмуда. Которые говорят, что и земля, и небо были сотворены вместе. Одновременно. Как сказано, Афьядияста эрец, Вименитипхашамаем, Кореани, Алиэм, Ямдуяхдаф. Так же, мои руки создали землю, и моя правая рука обнимает небеса. И про них, говорю я, вместе будут стоять. Откуда цитата из псалмов. Это тоже цитата из псалмов, стилим. То есть, что здесь интересно, опять-таки, тут есть земля и небеса, что-то раньше, что-то позже, но это не главное. Это не главное. А главное, что вместе будут стоять. То есть, вместе будут стоять, значит, вместе и стояли. Вместе. Хорошо. Таким, вот вам пример, что люди могут мыслить абсолютно, как сказать, наоборот, абсолютно противоположно. И для этого не нужно уходить, создавать разные религии. Они все в иудаизме, те и другие, те и другие столпы нашей традиции. Но, опять-таки, писание можно по-разному понимать. Можно так, и можно даже наоборот. Приведу вам еще примеры, которые называют Талмуд. Значит, про школу Ирю и школу Шамая. Одно время, действительно, когда они спорили между собой, то возникало ощущение, что вроде как две Торы, две религии, не дай Бог, когда стало у них много учеников, у тех и других, или можно перевести Савелита, как они стали ссориться, ругаться между собой, я у меня, а не я у меня, то показалось, как будто, что есть две Торы, 20-го писания в Израиле. Так написано в Талмуде Сан-Юдрин. Сказал раба Шауля от имени Шмуэля, сказал раб Аба от имени Шмуэля. Три года спорили между собой школу Ирю и школу Шамая. Эти говорят закон как мы, другие говорят закон как мы. Ровно наоборот, да? Вышел голос с неба и сказал, голос с неба, это опять-таки намек на Всевышнего. Такой прямой. Раздался голос с неба. Так это Бявик переводит на русский. Раздался голос с неба и сказал эти и эти две школы. Слова Бога Живого. Перевод как в анекдоте ты и ты прав. Но галаха по школе Ирюля. То есть вы оба правы. Но если вы оба правы, так как это наоборот, то невозможно жить. Поэтому нужно установить никто больше прав. Оба правы. А по какой системе будем жить? И здесь небеса вмешиваются, говорят, как школа Ирюля. И собственно, спойлер, это то, что мы говорим про Хануку, что в итоге этот спор про свечи. 8, 7, 6 по уменьшению или 1, 2 по увеличению, как мы сказали, как Ирюля. Мы на Хануку зажигаем 1, 2 по увеличению, до 8. Хорошо. Хорошо. И вот если так, продолжает Талмуд, если так, это так, что и те, и те слова Бога Живого. Почему же тогда удостоился Бет-Вилян, что Аллаха, закон пошел по их мнению? Потому что они были более удобоваримые, более спокойные, менее резкие, и они себя принижали. и не только. Они давали своим оппонентам высказаться первым. Обычно я первый скажу, нет, ты послушай меня, нет, меня просто не перебивай, я первый начал. Они говорили, прекрасно, первый начал, молодец, говори. То есть они были более спокойны, они себя сами принижали и давали оппоненту высказаться первым. О как! Ровно наоборот, чему привыкли. Их не нужно было кричать, ты послушай, я первый, не перебивай, я тебя не перебивал. Они говорили, пожалуйста, говори, я тебя не перебиваю. Только всегда вот в этих спорах, действительно видим в тексте, всегда скола Шамая первая, это не просто так. они в жизни говорили, важно было первым сказать, они были такие а эти были более спокойны, они себя более принижали. Научить тебя, говорит Алмуд, что каждый, кто принижает себя или даже унижает, Всевышний его поднимает, приподнимает. Каждый, кто приподнимает себя, Всевышний позаботится его опустить. поставить написание. Итак, написано в Талмуде Рувен, лист 13, страница 2, но несмотря на то, продолжает Талмуд другом митинге, несмотря на то, что они спорили между собой, эти разрешают и эти запрещают, ровно наоборот. Несмотря на то, что они спорили, полностью наоборот, три года мы сказали, тем не менее, они женились между собой. То есть, другими словами, это не спор. Ядерная война. Спор это спор. Если приходит девушка оттуда, парень оттуда, наоборот, никаких проблем. Понятно, да? То есть, разные мнения, это еще не было, что человек враг. Это то, что нам сообщали. Разные мнения, это разные мнения. И эти первые любят говорить, эти принижают себя. Это разные мнения. Можно вполне жить в мире между собой. Никто никого не убивает, не взрывает, не режет, ничего. Ни ночь длинных ножей, ни ночь коротких ножей. никаких ножей. Они спорили в доме учения, а когда до свадьбы, то были свадьбы. Научить тебя, что братство и любовь и симпатия идут вместе всегда. Как сказано, «Истину и мир любите». Эта цитата у нас откуда, тоже из Писания, из Псалмов. «Истину и мир любите или любили» подчеркивает, что когда спор ведет к раздорам и не к миру, то там нет истины. когда какая-то правда ведет к раздорам, это неправда. Это очень интересная мысль. Христианство немножко по-другому воспринимает. Тудаизм говорит, что настоящая истина ведет к миру между людьми в первую очередь. Это важно. между спорящими. В первую очередь. В первую очередь между спорящими. Поэтому мы как-нибудь договорились, мы поговорим там, что правда, что есть неправда. Запомните эту фразу. Это, как говорится, реклама на следующий урок. Запомните эту фразу, что там, где идет война, это вот там нет истины. Истина ведет к миру между людьми. Хорошо. Итак, мы говорим, что значит эти люди спорят между собой. Одни говорят черные, другие говорят белые. Эти разрешают, эти запрещают. И их спор проявляется вот в сущности во всем. Они, конечно, женятся между собой. А что будет, когда девушка из одной школы выходит замуж за парень другой школы, как говорит Оллу, или наоборот. Они дома тоже будут спорить, как они будут жить. Им как жить. Опять так, мы уже научились принципу, что и те, и другие правы, но с такой правдой ты не можешь жить, потому что это наоборот. То есть нужно установить одну правду. Талмуд говорит, вот вышел голос с небес. А если в семье, в семье голос с небес не выходит каждый день. То есть нужно заранее, изначально установить, как жить. Ответ в семье в вопросах веры или обычая, в традиции, по крайней по-межски, все идет по мужу. То есть девушка переходит в партию мужа, потому что нужно некое единство, иначе невозможно жить муж и жена вместе. Поэтому берется линия, в данном случае, это интересно вопрос, почему, в данном случае просто берется линия мужа. Поэтому сегодня, когда люди, евреи, женятся между собой из разных стран, евреи допустим из Европы и там с Востока европейские, ашкенадские, сефардские евреи. Ну, например, мы на Песах кушаем одно, а эти люди кушают другое. Мы говорим, это нельзя, они говорят, как же мы без риса, иранские евреи, как же они без риса, они не могут без риса жить. Мы на Песах рис не кушаем, они круглого этого кушают, кроме онкетлона. Поэтому, если парень присидский евреи, девушка будет уважена, будет идти, по его версии. Если парень из Европы, одежка Востока, она будет идти, чтобы был мир в семье. Хорошо. Теперь, опять-таки, обратите внимание, этот спор про небо и землю, он не просто такой спор, теоретически. Он выражает их мысль, то есть всю их философию. Значит, школа Шамая считает, что основное место, где находится Всевышний, это там, на небесах. Далек он от нас, да? Собственно, христианство более-менее пошло по этому. А Елен говорит, что основное место Всевышнего на земле. То есть, он говорит, что сначала земля, а потом они были сотворены, по его мнению. Хотя можно понять ровно наоборот. Соответственно, основное место Всевышнего это земля. Теперь вы понимаете, почему он кушал красивый холодец сразу не откладывал? Сейчас. То есть, получается, что Шамая говорит, что встретить Всевышнего это между тяжело и невозможно. В Торе написано, кто поднимется нам небеса, да? Это вот то, что Всевышний небесах. Он далек от нас. Но встретить это не верит. Ничего подобного. Всевышний здесь, на земле. Его можно встретить везде и всегда. В супермаркете, на улице, везде. Именно поэтому он кушает красивое животное сразу. Благословен Господь каждый день. Другими словами, Благословен Господь в каждом месте. Не только на небесах, а везде. Теперь пойдем логичнее, возвращаясь к нашим свечам Хануки, спросим себя относительно спора свечей. 8, 7, 6 по уменьшению или 1, 2 по увеличению. Хотя мы уже знаем правильный ответ в кавычках. В чем цель у Шамая Елеля при зажигании свечи? Какой день самый лучший по этим системам? И вы сейчас очень удивитесь. По мнению школы Шамая самый лучший день это в Хануке 9 из 8. Ведь у них уменьшается. То есть последний день в Хануке восьмой одна свеча в 9. Ведь мы говорим, что он стремится к шабату. Теперь для Елеля 9 день самый грустный. Ведь он максимум 8 свечей. Супер, что светло, классно. Кроме того, что выж берете минору опрокинуть. Ну это нехорошо. Но крыльник 6 минору опрокинуть. Я говорил в прошлый раз, что если бы они могли, они бы и нас опрокинуть туда. Если бы мы там стояли, не дай Бог. Говорим, что я давал урок зод ханука, если помните. Вот ханука, 8 день хануки, заключается всю хануку. Это по мнению Елеля, для него это самый классный день, 8. А 9 кончились праздники. Грустно. Закончилось чудо. По мнению Шамая, самый лучший день это 9. Почему? Ведь он стремится, он уменьшает, он уменьшает число свечей, он уменьшает чудо. По мнению Шамая, чем меньше чуда, тем лучше. Правильно? То есть, у него максимально чудо 8 свечей, потом чудо уменьшается. чудо это божественная вмешательность. Бог положил закон и в самых больших отмешивается. Я рассказывал вам историю, скажу ее еще раз. Я точно помню, что я вам рассказывал здесь, в Росаше. в Томе Шаббат есть интересный спор. Абая и Раба, это был отец и сын, приемный сын. Они там спорили между собой, жили в Вавилоне, настолько, что иногда Талмуд называют книжкой споров Абая и Раба. Отец и сын постоянно горят наоборот. Не два разных человека, отец и сын. Так вот, история следующая. Был один человек, родила ему жена ребенка и умерла при родах. Стался он как это, вдовец и маленький ребенок плачет, хочет есть. Сделалось ему чудо, говорит Талмуд, открылись у него женские груди и накормил ребенка молоком. Помните эту историю? Он рассказывал, вот что-то рассказывал, что-то помнят. Это уже приятно. Мелочь, но приятно. Итак, сказал Раба, смотри, какой великий человек Всевышний, сделал ему чудо. У него стали женские груди у мужчины, без всяких дел, что сегодня. Шили, прирезали. Чудо. Открыл женские груди и молоко прямо такое вот. С нужным процентом жира. Как надо. Это, говорит, Раба, какой великий человек, что Бог вместил чудо. Сказал Абая, смотри, какой низкий человек, что Всевышний должен все бросить, все, что он оживляет в мир. И должен только им заниматься, этим человеком, потому что он не может выжить, и ребенок его не может выжить. ровно наоборот. По мнению Раба, самое лучшее, это когда чудо Всевышний вмешивается, помогает и спасает. По мнению Барнии, еще и подобное, самое лучшее, когда Всевышний не вмешивается, когда никого не нужно спасать, когда все идет нормально, естественным, природным путем. Это самое лучшее чудо. Я всегда говорю, когда из моей общины не звонят, я знаю, что все вперед. Когда звонят, я знаю, есть проблемы. Это из этой же серии. Когда все хорошо, меня не звонят, меня забывают. А когда меня помнят, я о, да, как дела родственников, если не звонят, то все хорошо. Уже месяц не звонить. Это из этой же серии. Теперь поэт, опять-таки я говорил вам, что мораль пишет, что ни то, ни другое, что можно естественным путем прокомментировать. Мораль из Праги пишет, что не обязательно это воспринимать как какое-то сверхъестественное чудо, что он, этот человек, Бог помог ему деньгами, работу подкинул. Он на деньги нанял кормилица. Тогда было принято, женщина кормит своего бенка, кормит другого. он на эти деньги нанял кормилица, накормила. Это так пишет мораль, что не обязательно ему реально там открылись свечевские груди. Бог помог ему с деньгами, с работой, с зарплата, а все остальное уже дело техники. Чудо в другом было, так пишет мораль. Но опять-таки обратите внимание, что здесь их спор на здоровье. Их спор принципиальный между Равой и Абая это чудо, хорошо это или плохо. Рава говорит, чудо это прекрасно, ты знаешь, что Бог сделал ради тебя чудо, абая чудо это очень нехорошо. Ты без этого чуда не можешь функционировать, не можешь жить, не можешь ничего. Вышло все бросить, только тобой заниматься. Остальным миром заниматься. Поэтому опять-таки это тоже самое относительно этих ханукальных свечей. По мнению Шамая естественный природный подход девятый день хануки, когда ничего нужно зыгать. Это самое лучшее чудо. Когда все хорошо идет естественным путем, самое лучшее чудо. По мнению Елеля, чудо это чудо, встреча со Всевышним. Поэтому что может быть лучше, встреча со Всевышним. Поэтому для Елеля встретил красивый холодец, который бегает. Это прекрасное чудо. Его нужно сейчас съесть, сегодня. По мнению Шамая, красивое животное это абсолютно естественный процесс. Это нормальное чудо, природное. Нашел красивое животное, отложил на Шаббат. Нашел еще более красивое, отложил, первое отпустил, продал и так далее. Таким образом, их разногласия, они относительно чудо. Есть религия христианства, которые опираются чудо, у них главное и центральное в эфире. Есть религии, как еврейская или как ислам, где чудо есть и имеет место быть, но оно не главное. Главное связь с Творцом, со Всевышним. И что очень часто чудо это естественное течение событий. Это самое главное чудо. Это каждодневное чудо, которое часто гораздо больше, чем чудо, когда и так пишет знаменитый Рабин Ахман из Брестова, который в Умани похоронил, где его могила, в Умани, я иногда туда. Прихожу на Рошашана. Так он пишет Легатэм Айран значит и что на самом деле по правде что мы не можем разделять между природой и божественным чудом. Почему? Потому что по правде природа это тоже божественное чудо. природа это тоже божественное чудо. То, что у нас хорошо, родственники не звонят, община моя не звонит, это самое прекрасное чудо. И дети, и те, ребят, самое прекрасное чудо. Это чудо! Сами справляются. И поэтому значит дальше значит в другой месте пишет Рабин Ахман, что проявление воли, воли Всевышнего, Харатсон, его воля, значит его воля, она проявляется в первую очередь через праздник еврейской традиции. То есть божественная воля проявляется через праздники, через Шаббат, через Хануку и так далее. И каждый из этих дней праздничных он провозглашает и говорит громко волю Творца. И поэтому все идет в эти праздничные только по его воле, по воле Бога. Потому что в каждый из праздников Бог Всевышний, Господь Бог делал нам с нами разные знаки и чудеса, которые ровно наоборот, чем природное управление миром. Мы говорим, чудо это вмешательство. То есть есть Красное море, Бог его рассекает, вода не течет, она стоит как стена. вода течет, она не может стоять. Здесь вода стоит. Это пример чуда. То есть Бог меняет законы природы. Собственно, чудо это изменение законов природы в нужном месте, в нужное время. Всегда и таким образом, чудо, которое ровно наоборот от природы, оно нам открывает, что от нас хочет Всевышний. Но на самом деле все воля Всевышнего, весь мир это воля Творца и нет никакой разницы между чудом и природным управлением миром. То есть все в этом мире это божественное чудо. То, что хочет сказать нам Рабинахам. И поэтому у Рабинахана происходит очень интересно. У него будни становятся праздником, праздником становятся будни. То есть с одной стороны праздник это воля Творца. Насколько воля Творца навсегда, не только в празднике. И поэтому человек, который просто просыпается, травка зеленеет, снежок падает, не важно это тоже чудо. Это тоже чудо. Поэтому легко видеть чудо, когда восемь свечей светит зод ханука. Тяжелее видеть, когда последняя свеча. По системе Шамая все довольно грустно, все уменьшается. А уж мы сказали, идеальный день для Шамая это девятый день хануки, которого нет. Когда вообще ничего нужно зажигать. Это самый идеальный день, когда все спокойно и обыкновенно. Поэтому другими словами, опять-таки, все их спор в конечном итоге между Иллией и Шамаем. В чем цель? Где цель? Где находится Всевышний? Как ему лучше служить? Один откладывает самое лучшее, то есть отложил хороший холодец, тебе хочется его съесть, но ты говоришь, выполняю творца в шаббат, это особый день. То есть Шамай себя сдерживает, то есть цель это напоминать себе, что вот есть творец и есть его особый день. Или наоборот. Благословен Господь каждый день, каждый день кушай хороший холодец и забирает то есть каждый день это чудо. Любую еду, которую кушаешь, холодец или не холодец, каждый день чудо. И именно это то, что и тот и тот несут божественную мудрость. Но нужно как-то определяться. Поэтому мы определились по школе Гилеля. Мишта добавляет интересную вещь. В будущем мире, в данном контексте после прихода Машеха, Аллахан будет как Шамай. Не просто так, какие-то споры между стариками, малые старики спорят. Ответ, что когда Бог откроет себя всем и придет Мишех, то тогда мы сможем понять по-настоящему, нам сейчас проще система Гилеля он более человечный он более такой он более облегчает многие законы Гилеля облегчает Шамай острожает. В будущем однако мы сумеем понять и сложные мысли то, что говорит Шамай сложная мысль сам лучший не Хануки девятый не Хануки которого нет. В будущем мы сумеем понять и сложные идеи. У меня все. Спасибо за внимание. Вопросы? Они были примерно одинаковы. По численности они были примерно одинаковы. У них были тысячи учеников. Это то, что написано когда Кши Раву Талмедзим. То есть на верите Раву можно Саша ушел. Что когда они умножились их стало много. Ларов это много. Одновременно эти лариев это спорить ругаться. Когда их стало много они стали ругаться. Спорить это у них было много. У них были тысячи учеников. Да, конечно. Они просто спорили между собой как их на практике исполнять и толковать. Нет. У них были споры в применении. никто да никто еще более того сама Ханука произошла уже после Гилерия и Шамая они уже умерли. Они были раньше хронологически. сами не увидели. Их ученики написано школы продолжали функционировать задолго после их смерти. Они положили основы такие. Поэтому опять-таки ты видишь что их было и много они были не годы не десять и двадцать лет а много лет даже несколько поколений правильно сказать у них нет споров за веру. Они видят что есть творец. Они читают Тору и псалмы да то есть они пытаются их понять как правильно их применять. В этом их спор. У них нет споров за веру. них спор как это на практике применять. Это то что называется галаха образ жизни. Опять таки галаха как делать есть у евреев есть у мусульман христиан нет у них там ваш вопрос немножко я позволю себе сказать из христианства потому что христианство очень часто цитальный спор это вопрос споров завел. Это христианам очень важно. Правильно? Поэтому спрашивайте то что спрашивайте я это поэтому еще спор ввере тоже важный вопрос за веру но вопросы за веру они не вызывали таких споров потому что более менее все было понятно во вторых вопросы о вере были более менее консензуальны даже когда были споры о вере никто насилием ничего не решал людей переубеждали я же вам рассказывал по-еврейски лучше спор за веру убедить кого-то люди книгу писали люди писали книги у них нет спора за веру у них спор как эту веру правильно жить холодец кушать сейчас красивый или откладывать на шаббат никто не говорит что нужно воскресенье про воскресенье речь про шаббат никто не говорит про другие источники тора псалмуш никто говорит про другие праздники речь и опять-таки женятся между собой они жили где-то второй век до новой эры минус второй до нуля ханука это ханука это минус 140 150 до нуля они где-то одно поколение одно два поколения до хануки жили то есть минус 200 чуть больше они да они несомненно это наим они абсолютно это наим то есть их мнение это мишна мишна это наим то есть абай и рава они уже амураим они уже вот люди живущие вавилоне они они уже долмуд или шамай это мишна они стопроцентно это наим конечно спор у них был не ради истины спор логика нет спор у них как раз ради истины это написано напрямую в получениях отцов написано в перке вот что спор который ради лишен шамай во имя небес комитет пишет ради истины во имя небес маленькое добавление он всегда имеет конец он заканчивается спор который не ради истины не ради небес он бесконечный спор спора я прав нет ты меня послушай нет я первый начал их спор был во имя небес во имя истины и поэтому когда есть когда есть некое определение и ты и ты правда мы идем по школе Елеля школа Шамая это принимает она не говорит но мы все равно построим свою синагогу там у нас все будет наоборот то есть вся идея не просто спорить вся идея даже когда ты проиграл спор жить поэтому их спор вы ради истины и они живут с этим то есть они типа проиграли спор не типа они его проиграли в Талмуде написано что мы идем не по их мнению они сказали это не наш Талмуд мы перепишем свой нет они проиграли приняли это нужно уметь проигрывать как говорят сегодня в футболе не только в конечном итоге да они приняли их мнение опять таки у них есть там что их мнение будет востребован придет но сейчас они приняли они как это проиграли с достоинством то есть они проиграющие пожимают руку победителю они женятся между собой и это только подчеркивает что они спорили ради истины ради творца не ради там я прав нет ты меня послушай они как раз спорили ради истины ради творца и это то что у нас часто к сожалению нам не хватает уметь признать окей я проиграл я был неправ что истина обязывает меня сказать окей я проиграл это я про себя это я про себя вот видно сразу что Евдокия вчера не было на уроке вот ровно вчера был урок на эту тему есть запись я выставлю запись есть запись я с этого начал что женщины зажигают тоже ханкальные свечи можно у меня есть один коллега в одной моей общине он зажигает субботний стечень потому что мужчина тоже может зажигать просто это все время делать не просто сегодня зажигаю завтра холодец то есть тогда человек что делать нужно быть постоянно сегодня так мужчина может тоже да опять такие ханукальные свечи зажигают женщин тоже у нас будет дорог я выставлю и посмотрите правда вот вот я рад что рассказываю еще помню что вчера расскажем если можно разъяв насколько важно зажигать субботние свечи коротко что не означает зажигать субботние свечи очень важно потому что опять-таки суббота это центральный момент еврейской веры еврейской традиции обратите внимание никто не собирают субботу только евреи субботние свечи это начало субботы и это как бы концентрат всей субботы что мы зажгли огонь больше не зажигаем бог отдыхал и мы отдыхаем как он так и мы и так далее свет духовный свет свет праведника в начале бог сотворил свет да это там то что каббала разбирать а говорил там свет потом исчезает каббали органус там скрытый свет и так далее свет вообще всевышнего суббота субботних свечей очень важно и суббота нас сохраняет суббота нас сохраняет опять-таки сегодня есть выходные не только суббота на здоровье но именно вот суббота подчеркивает что мы отменяем свою волю перед волей творца и свечи субботние это символизирует кроме того субботние свечи это мир в себе между мужем и женой ведь как известно мы говорили сколько хануккальных свечей одна восемь минимум субботних свечей две больше может две тому же жена поэтому по традиции тот кто зажигает субботние свечи вот это приносит мир в его всему может не сразу я прав нет я прав нет и меня послушать между мужем и женой тоже не вопрос но тем не менее в принципе это вот некий такой вот патент который Господь Бог нам обещал что тот кто зажигает субботние свечи у него будет мир в семье когда каждый муж и жена научат себя принижать перед другим не унижать а именно чуть-чуть опускать подлевшим нам зажигать субботние свечи именно так никто всевышний поверел через мудрецов послевент и Господь Бог наш конечно поверел мудрецы сформулировали мудрецы ничего не велели они формулировали поэтому субботние свечи это символ субботы а суббота это центральная вещь вторь если человек не знаю что-то там не делает или неправильно делает это поправимо человек не соблюдающий субботу он очень плохой еврей есть поначалу даже считали что он нееврен то есть тот кто соблюдает субботу еврей кто-то нет соблюдает нееврей из тех кто еврей настолько вот слышали такое да понимаете еще раз это сложный спор не хочу это по большому счету не так но все равно есть связь между человек живет по торе по воле творца и зажигает субботние свечи то есть он показывает всему миру мы выполняем твою волю это очень важно все всем привет из росаши приезжайте тут холодец вкусно все все доброе спасибо